Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это информационная программа «Еселях парад». С вами Богдан Петров. Сегодня стартовали выборы в депутаты Можилиса парламента Республики Казахстан и Маслихаты. В борьбе участвуют пять политических партий. Наши съемочные группы сегодня весь день будут работать на избирательных участках и информировать население о ходе голосования. Подробности далее. Месяц агитационной работы, сотни исписанных листов бумаги, разъезды по всем районам Северо-Казахстанской области. Сегодня, 10 января, в 7 часов утра стартовали выборы в депутаты Можилиса парламента Республики Казахстан и Маслихаты разных уровней. В нашем регионе находится 650 избирательных участков. Сейчас мы находимся в одном из них. 591 избирательный участок. Сюда относятся 14 адресов. Это больше 2500 человек. В 7 часов утра люди уже стояли возле дверей, чтобы отдать свой голос. Из-за коронавирусной инфекции санитарные нормы здесь, как и во всех участках, строгие. Измерение температуры на входе, соблюдение социальной дистанции, маска и перчатки. Только после этого можно получить свои бюллетени. Из 2500 человек в нашем участке трое будут голосовать дома. Еще трое сейчас находятся в других городах страны, поэтому свой выбор они сделают там. 10 человек будут голосовать впервые. Для людей с ограниченными возможностями у нас предусмотрен специальный ноутбук, где можно ознакомиться с предвыборной программой каждой партии и потом сделать свой выбор. Чтобы не допустить фальсификации, за урной следят порядка 10 наблюдателей. Некоторые от партии, другие независимые. За первые полчаса работы избирательного участка свои голоса отдали около 30 человек. Так как я живу в Казахстане, я должна как патриот своей родины, естественно, проголосовать. Я сама сделала свой выбор. Желаю всем, чтобы все проголосовали, потому что надо быть небезразличным. От каждого голоса человека в этой стране зависит будущее Казахстана. Это моя гражданская позиция, мой долг гражданский. Прийти и проголосовать, потому что мы не должны быть равнодушными. Мы живем все-таки в нашей стране. Мы должны проявлять гражданскую позицию. Избирательные участки будут открыты до 20.00 с перерывами на санобработку каждые два часа. Так что время прийти и отдать свой голос у североказахстанцев еще много. Илья Кудряков, Самат Исингалиев, Служба новостей. Очередные выборы депутатов Нижней палаты парламента Казахстана, а также местных представительных органов, начались в Казахстане в воскресенье 10 января. В Петропавловске избирательные участки открылись в 7 утра. Среди первых избирателей, кто опустил бюллетень в урну, Аким области, Кумарах Соколов. Смотрим подробности. Воскресные парламентские выборы на избирательном участке 595 проходят активно, но спокойно. В 7 утра спешили отдать свой голос лишь представители старшего поколения. После 9 утра поток избирателей увеличился. В парламентских выборах участвуют 5 из 6 зарегистрированных в стране партий. На раздумье, за какое отдать свой голос, у казахстанцев было достаточно времени. Настала пора сделать правильный выбор. За 595 избирательным участком закреплен и глава региона Кумар Аксакалов. Он один из первых отдал свой гражданский долг. Это новая страница в казахстанском парламентаризме. И по большому счёту мы сейчас формируем новую политическую культуру в управлении государством. Всё больше людей через общественные организации, через партии будут участвовать в управлении государством. На данном участке 1400 избирателей. Из них 25 ветеранов труда, один ветеран войны, 15 голосуют впервые. Есть те, у кого день рождения. Для них приготовлены небольшие подарки. Это мои первые выборы. Мне очень волнительно. Так как я патриотка Казахстана, я сделала свой правильный выбор. Мне 18 лет. Я учусь в университете Монаша Козыбаева. По словам председателя избирательной комиссии, нарушений в ходе голосования не было. Соблюдаются на участке и меры санитарных норм. У нас есть специальные разметки для социального дистанцирования. Мебель и оборудование тоже расположено с учётом социального дистанцирования. Проветривание производится. Избирательные участки в Петропавловске будут открыты до 20 часов вечера. Наталья Аитова, Урал Амренов, Служба новостей. В стране открылись все избирательные участки. В нашем регионе их 650. В 586-м зарегистрировано 1356 человек. За голосование следят независимые наблюдатели от Гражданского альянса Казахстана. Кабинок в участке шесть, в том числе специализированные для инвалидов. Участковая избирательная комиссия состоит из семи человек. За прозрачностью выборов следят девять независимых наблюдателей. От Центра непартийного наблюдения на сегодняшний день в Североказахстанской области участвуют более 600 человек. Их цель – следить за честностью электоральной кампании. Все они прошли специальное обучение и ознакомились с методическими материалами. На данный момент никаких правонарушений не выявлено. На данный момент выбор проходит чисто, можно сказать, легитимно. И все голосующиеся, и все члены избирательных участков, и наблюдатели, мы довольны организацией. Выбор проходит на должном уровне. Все сомитарные нормы соблюдены. Свой выбор сегодня делают юбалихановцы в районе 29 избирательных участков, на которых работают 152 члена комиссии. По партийным спискам 24 кандидата здесь зарегистрировано от партии Нур-Отан, три – от Народной демократической патриотической партии АУЛ, еще два – от партии АДАЛ. Возможность проголосовать есть у 9520 избирателей района. Только за первые два часа с момента начала голосования свой выбор сделали 2231 валихановец. В районной избирательной комиссии отмечают, что некоторые из избирателей не могут самостоятельно проголосовать на участках. К этим людям доставят специальную урну для голосования на дом. Заявки будут приниматься до 12 часов. По этим заявлениям двое членов комиссии выезжают с переносной урной для того, чтобы человек мог проголосовать. Заявление было подано подкрепительным по выборам депутатов Мажлиса 8 талонов, по выборам депутатов областного Масляхата 7 и по районному Масляхату 5. К этому часу у меня все. Увидимся в следующем выпуске в 15.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok